здравствуйте друзья просят оценить план переезда если коротко нужно ли идти учиться на на плиточника отделочника вот из-за ухудшающейся ситуации в россии принял решение о переезде в сша в августе семнадцатого года в сиэтл занимаясь подготовкой кейса с адвокатом общался в сша был один раз 32 года семьи нет образование высшее экономическое в сша не применимо но уж так прямо не применимо английский хватает для повседневного общения но не хватает для работы где нужно говорить с клиентами розовых очков нет понимаю что в сша как принято говорить никому не нужен особенно в период ожидания разрешения на работу варианты работы значит мувинг там перевозка стройка минимальная оплата хелперы больше бывшему офисному работнику идти в такой ситуации некуда поэтому возникла мысль сейчас получить в россии рабочую специальность и начать работать для опыта 8 месяцев до отъезда специальность плиточник отделочник приехать страну уже с опытом и пойти класть плитку за кеш до получения разрешения работу имеет имеет смысл такое обучение плиточник актуальная или профессия вот такой такое письмо ну что же давайте мы перевернем камеру на улицу и поговорим а что у нас на руках человек должен какое-то время ну скажем полгода находиться в сша без разрешения на работу соответственно и его как бы такой диапазон применимости он сужается резко то есть вот там где наличку платят безусловно стройка это такое место где хорошо работать за наличку это востребовано но во всяком случае когда экономика хорошая знаете как тоже я каждый раз закладываюсь на то что вдруг что да и вдруг выяснится что не не то что там без разрешения и с разрешением работы нет бывает то есть строительстве такое бывает поэтому но в целом конечно дело неплохое строительстве на самом деле еще так получается если все плохо то люди начинают ремонтироваться вот вместо того чтобы построиться например они начинают ремонтироваться то есть починка всякая растет от новое строительство падает ну то есть там есть своя динамика а плиточник чё же хорошая хорошая профессия я могу сказать что вот у нас тут в кремниевой долине например если человек ну просто совсем ничего не умеет но вот не то что он там плиточник а ну просто не вот вылечена кто он там был но вот здоровенный парень вот пришел и не обязательно здоровенный ну там мусор выносит но что-то такое делает по мелочи это уже долларов там но сейчас я подумаю ну 10 12 он получает наличкой наличкой как как бы искать без так без налогово если он реально умеет чего-то делать он может получать и 18 20 и 25 тоже то есть если можно ему доверить какую-то квалифицированную работу поэтому безусловно на первые вот эти вот 6 7 там 8 месяцев это безусловно очень хороший ход дальше вот что начинается дальше мы должны ответить на вопрос что этому человеку делать после того как он получит разрешение на работу он тут считает что экономическое образование там российская ему не подойдет это не совсем так то есть все те люди которые имели экономическое образование и хотели работать там скажем в бухгалтерии они все работают но им пришлось курсы какие-то может быть взять там и так далее и потенциал рост хороший есть то есть никто его не осудит за то что у него образование российская они там еще какой-то не американскому то есть он может двигаться это не неплохая карьерная таскать тропа если он не хочет это отдельно там другой разговор или если он очень открыт там к разным возможностям поэтому если он поработал на стройке и у него пошло если он после этого уже получила решение на работу на чему стали платить больше денег он может за это время он немножко поднабрался и терминологии и английский подошел он может уже работать деньги у американцев он может работать в какой-то такой солидный скажем так организации где с бенефитами там чуть ли не с профсоюзом там и так далее можно двигаться то третьей стороны поработать некоторое время он может получить просто контракторский лайсен лазер и стать вот таким прорабом участником то есть начать свой собственный бизнес и развиваться в этом направлении и люди которые этим занимаются зарабатывают любые деньги в принципе ну то есть понятно что есть какая какое-то ограничение но это ограничение происходит от от его способности организовать других людей взять заказы организовать наладить там выполнение этих заказов и так далее конечно сам лично он очень много заработать не сможет но если если будет всю работу сам выполнять вот то может быть ему и не надо очень много знаете как вот если там получает свои 60 70 довольны до соплей не им хорошо у них другие интересы какие-то так тоже может быть поэтому я когда вот слышу вопросы такие ну про плиточника никто не спрашивал спрашивают вот а что если мне выучиться на массажиста а что если мне выучиться на парикмахера я знал людей которые выучивались и тут и там кстати они могли тут учиться и там могли учиться но вот заранее если он допустим там стрижет да еще он там годик поработал то есть уже не просто так курсы прошел замечательно ему опять придется здесь там на лицензию сдать но но это несложно там пройдет курс и сдаст экзамен то же самое там массажист если он если он приехал и может это делать значит он у него сразу будет какая-то работа не обязательно по найму он может даже не иметь разрешение на работу но если у него автомобиль особенно если у него есть автомобиль он может там за небольшую денежку наличкой я не знаю ну 20 25 долларов сколько там 30 долларов зависит он может там делать массаж и рынок невероятно большой даже среди наших соотечественник ему даже не нужно говорить сильно по-английски чтобы это делать то есть это все это все востребовано и это все состояние чека прокормить но единственно что конечно если мы смотрим на долгосрочную перспективу то мы хотим чтобы человеку радость приносила эта работа вот не просто кусок хлеба отработать и там каждый день с утра там вставать и думать о господи опять это работа там вот вот чтобы знаете чтобы радоваться жизни но в конце концов если речь идет о первичной адаптации какой-то ну так хорошо так он значит занимался не самым любимым делом а потом уже когда получилось разрешение на работу потихонечку стал значит переключаться на то что ему больше нравится это тоже вы часто бывает и я например знаю людей ну вы можете представить что я знаю там тысячи людей много тысяч людей и вот есть такие что вот учились там скажем там тестировать и поработали в тестировании давайте пропустим велосипедиста значит поработали в тестировании и смотришь потом где-то вынули но настолько далеко от этого всего и и я его как же так они как но надо было как-то раскрутиться встать на ноги там разобраться туда-сюда а сейчас вот у него какой-то зов сердца есть его пошел то сказать согласно зову сердца поэтому не обязательно так я же тоже вот был там четыре года там тестировал сам до тестером был а потом меня вынесло еще куда-то я вас уверяю что когда я был тестером первый год например мы же мысли не было что я вынырну вот там где я сейчас нахожусь хотя это очень быстро произошло когда я два года проработал тестировщиком и примерно в это же время открылась школа то есть я сейчас я подумаю ну да ровно ровно два года там с разницей в неделю вот через через два года после того как я стал работать это вам было чем типа 10 августа 92 года 20 августа 94 года вот я уже начал вести занятия в формате школы тому же группа собрал две группы собрались и тогда ты не знаешь но надо как-то жить знаете я сначала нахлебался то есть мои два года просто непонятно чем 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 занимались как жили это было очень тяжело поэтому у меня была возможность как бы оценить по достоинству то что предлагает там скажем тестирование и я получал очень маленькие деньги 20 27 тысяч господи это боже мой это были очень маленькие деньги и а начинала первые три месяца все за тысячу работу понимаете я просто к чему говорю что когда ты находишься в другой стране когда тебе надо выживать когда у тебя толком нет языка нормального такого который позволяет тебе свободно ориентироваться когда у тебя профессии такой какой-то понятной нету знаете ты еще не чебурашка ты игрушка безымянная которая никто лапу не подает пока поэтому вот это вот очебурашивание да она занимает какое-то время если вы это время потратили дома ну хорошо вот он стал плиточником ну и шикарно то есть я я очень и очень поддерживаю я конечно из из опыта общения с людьми потому что приходят учиться люди самых разных профессий из опыта общения с людьми я понимаю что и те кто плиточку кладут и те кто полы настилают это в общем-то физическая работа в значительной степени то есть там и согнуться и разогнуться и на коленках поползать и так далее это бы пылью подышать вот поэтому по всякому там бывает поэтому это тяжелая работа и может оказаться что но не приглянется она ему ну так и что значит он встанет на ноги получит решение на работу пока будет себя там содержать а дальше видно будет так много есть всего что откроется нашему от искать зрителю который приедет там сиэтл так много откроется всего чем больше людей он будет знать вокруг себя чем больше он будет там на форумах общаться может быть блогеров смотреть тем больше разных возможностей у него будет перед глазами тем больше будет возможности осмыслить чего дальше делать и так далее иногда случайная встреча там меняют абсолютно представление о жизни и открывает какие-то двери так что я поддерживаю я очень поддерживаю идею значит поучиться надо в данном случае на плиточника и особенно в эту часть где он должен 8 месяцев поработать это это очень-очень здорово то есть я двумя руками за так что пожелаем парню успехов и конечно хотелось бы чтобы он когда уже приедет и начнет какой-то процесс может быть он тоже что-нибудь напишет а может мы с ним скопе интервью сделаем посмотрим ну в общем пока так счастливо